Кинодокументалист, географ, предприниматель, работавший над множеством корпоративных и документальных проектов, среди которых «Русская карта», «Время полярных стран», «География Новой России», Иван Сидельников и полный HTML-кад называется «Документальное кино как средство популяризации важных знаний в масштабе страны». Пора ли создавать Леннаучфильм 2.0? Слушаем. Прием. Слышно ли меня? Прекрасно слышно. Добрый день, коллеги. Действительно, зовут меня Иван Сидельников. И тема лекции, конечно, названа очень просторно и сложно. Пожалуй, как выглядел в свое время мой диплом. Но я постараюсь все-таки за нее рассказать русским языком. В конце развлечь вас немножко свежими наработками визуальными и пробросить таким образом мостик к следующему лектору. Поэтому в двух словах о себе. Я закончил кафедру экономической географии Питерского университета. И по образованию эконом-географ это важно, потому что то, чем я начал заниматься, это стык географии и новой профессии, которую я получил на киностудии Леннаучфильм, профессии режиссера. В 2001-2004 годах я прошел, по сути, вторую школу на этой киностудии, откуда она, собственно, появилась в заглавии моей темы и моей лекции. По простой причине, о которой чуть ниже. Этот прыжок в неизвестность, который пришлось совершить, уйдя из географии производства визуальных технологий, он был совершен отчасти сознательно. Мне было интересно, можно ли сделать знания доступными, интересными, популярными, как это уже удавалось предшественникам. Действительно, мы работали над первым проектом, он назывался «Русская карта», и это был сериал из четырех серий, который рассказал о том, какие метаморфозы произошли с нашей страной, с Россией, которая вдруг на наших глазах и даже где-то с нашим участием прекратила свой жизненный цикл в формате Союза Советских Социалистических Республик, стала Российской Федерацией и, соответственно, получила весь набор новых возможностей, новых проблем, которые возникали и по периметру границ, и в взаимоотношениях между народами, и с полным сломом экономики, строительством чего-то нового взамен старого. И эти четыре года были проведены достаточно любопытно на «Аллено Учфильме». И, соответственно, с 2005 года я открыл собственное производство. Оно известно как «Институт технокреативгруппы» или «Институт альтернативных технологий». И все, что мы делаем, мы стараемся выпускать в формате познавательного кино, инфографики, интерактива или еще чего-то, где первое и главное слово – это познавательное. То есть, в моем понимании, это перевод узкоспециализированных каких-то терминов, интересов, отраслей на язык понятной широкой аудитории, и, соответственно, широкой же аудитории все это становящееся интересным. Готовясь к сегодняшней встрече, я перерывал, собственно, какие-то свои наработки и наткнулся на статью, которая была мной написана 8 лет назад, в конце 2007 года. Она называется «Мифодизайн и проектирование новой России». Значит, останавливаться на ней смысла не вижу, потому что тот, кто онлайн, может быстренько погуглить и найти ее. Она достаточно невелика, но содержательна. Сразу перейду к выводам, которые тогда, 8 лет назад, казались очень очевидными, актуальными, и 8 лет спустя они оказались еще более, как мне кажется, содержательными. Значит, первый вывод, он очень простой. Список действительно жизненно важен. Из жизненно важных тем, которым до сих пор не находится адекватного места в информационном пространстве, не просто велик, он продолжает расти. Среди них и реальная экономика России, и история ключевых инфраструктурных проектов, и проблемы регионов, и профориентация, и даже профессии будущего, и многие другие прикладные вопросы, от которых зависит и наше развитие, и наш качественный рост. Собственно, почему я сказал, что интерес, важен момент моего образования. Так или иначе, все проекты, которыми мы занимаемся, они связаны с экономической географией, с темой развития страны, ее пространства, ее регионов. И, соответственно, эта сфера, мне кажется, лежит в фундаменте того, что происходит и с обществом, потому что экономика, она определяет, в общем-то, все. Есть в кармане рубль, ты себя чувствуешь уверенно, нет его в кармане, ты думаешь, где его взять. А второй главный вывод, он такой. Родина, как пели когда-то, по-прежнему начинается с картинки в твоем букваре. И вот этой картинки Родины сегодня категорически не хватает. На экранах сотен каналов десятки тысяч часов самого разного контента, но контента, как правило, новостного, сиюминутного, или узкопрофильного, отраслевого, или выполненного устаревшими средствами и уже не работающими визуальными технологиями. Либо он специально упрощен и не имеет внятного содержания. Или отвлекает внимание на сторонние темы, которые забивают время и к сути нашей с вами жизни, по сути, не имеет никакого отношения. А вот контента содержательного, обобщающего важную информацию, знакомящего с выводами, с тенденциями, формирующего мировоззрение нашего поколения, или, другими словами, отражающими более цельную картину из разных миров, истории страны, ее хозяйства, экономики, из науки и техники, из открытий перспективных направлений деятельности, вот этого контента недостаточно. Мы частично его, конечно, получаем, но в основном процедура, так сказать, поглощения импорта. Я говорю о форматах каналов, таких как Discovery или National Geographic, а вот русского, российского контента, такого качества, сопоставимого с зарубежными аналогами, воспитывающего, дающего как раз представление о мироздании, его сегодня не то чтобы нет, но, видимо, его величина настолько мала, что мы ее не замечаем в череде развлекательного контента. И что, наверное, с моей точки зрения важно, это странно было бы видеть, что за нас кто-то его сделает. То есть взаимосвязи между разными отраслями нашей жизни, между наукой, экономикой, технологиями, компаниями, проблемами страны и, соответственно, путями возможного их решения, нужно находить самим, соответственно, нужно самим строить такую отрасль, такую индустрию, как современный познавательный кинематограф. И должен сказать, что опыт, полученный на «Ленуучфильме», заставляет как раз вернуть нас на 50-70 лет назад, во времена, когда этот же формат очень успешно работал над задачами, которые ставила новая тогда советская власть перед своими согражданами. И вот этот просветительский жанр, жанр познавательного кино, он начал работать еще во времена ликбеза и всеобуча. Такого расцвета достиг, наверное, в 50-60-х годах, вместе с взрывным ростом интереса к науке и технике. Именно в эти годы были заложены, наверное, самые мощные проекты нашей родины СССР. Это космический проект, это арктический проект, это атомный проект, это масштабная геологоразведка, которая по сложности и масштабу тоже, в общем-то, сопоставима что с атомом, с покорением атома или освоением космоса. И как раз на «Леннаучфильме» у нас здесь, в Ленинграде, наверное, проявился самый яркий пример этой познавательной киноиндустрии. И он связан, конечно, с разными режиссерами, авторами, которые работали в те годы на этой студии, достаточно уникальной по меркам даже мирового кинематографа. Но самая яркая, наверное, судьба у такого человека, день рождения которого мы три дня назад отпраздновали, это Павел Владимирович Клушанцев. Знакома ли вам эта фамилия? Значит, сейчас мы посмотрим на картинку, собственно, вот этого человека. Это режиссер, оператор, исследователь, инженер, разработчик, даже где-то философ нового киноязыка. Это человек, который снял там самое интересное, это смотреть на перечень его фильмографии и смотреть на годы их реализации. Вы видите, да, что темы, которые он поднимал, они достаточно масштабные. Там, дорога к звездам, Луна, Марс, метеориты, там, или какие-нибудь планета-бурь, которую наверняка вы видели, но, может быть, не представляете, что это его фильм. И, собственно, годы их выхода. Когда Павла Владимировича перед тем, как он еще выпускал фильм на широкий экран, например, дергали в Комитет Государственной Безопасности, то обычно спрашивали, кто ему слил информацию. О чем? О невесомости. Как вы ее показали? Где вы ее снимали? Или, соответственно, когда в 1955 году он защищал очередной фильм на космическую тематику в министерстве, наши с вами, собственно, соотечественники такого вот общего на тот момент уровня понимания говорили, Паша, занимаешься ерундой, в космос мы, может быть, полетим еще через сто лет, а ты лучше сними фильм про Ленина или про повышение урожайности сахарной свеклы. Мы тебе дадим госпремию. Какой космос? И, тем не менее, вот этот человек собственным делом доказал, что он занимался визуальными средствами научным прогнозом, по сути. Потому что, когда через год-два сначала полетел спутник, затем Гагарин вышел в космос, затем Леонов вышел за пределы корабля и мир увидел невесомость впервые, выяснилось, что человек средствами кинематографических приемов, спецэффектов формировал образ будущего и делал это настолько успешно, что после очередной премьеры в кинотеатре типа Колизея, куда собирались десятки тысяч зрителей, дети бежали записываться в Дом пионеров на абсолютно прикладные направления. Связь, астрономия, материаловедение, разработка летательных аппаратов. То есть, о чем это говорит? О том, что человек занимался не просто научной фантастикой и не только прославился тем, что Джордж Лукас его называл отцом звездных войн. Более 20 киноприемов были в звездных войнах. Так или иначе, подсмотрены у Клушанцева, сюда даже приезжал специально оператор Лукаса выяснять, как были реализованы те или иные спецэффекты. Человек поставил этот познавательный кинематограф на службу по сути абсолютно простым и прикладным задачам. Развитие экономики, развитие технологической базы. И в силу того, что формат нашей встречи не предусматривает возможность посмотреть фильмы Клушанцева, я просто предлагаю в свободное время озаботиться. Они смотрятся даже сейчас достаточно интересно, несмотря на то, что мы уже все посмотрели «Трансформеров» или «Мстителей», потому что содержание этих фильмов, помимо всех спецэффектов, оно очень расширяет горизонт такого представления о жизни, кругозор. И не менее интересно посмотреть еще два фильма о самом Клушанцеве, с точки зрения взаимосвязи кинематографа с наукой и технологиями. Это «Звездный мечтатель», созданный, насколько я помню, датскими кинематографистами в 2002 году, он есть на Ютубе. И фильм «Великие комбинаторы» о производстве технологий, так сказать, визуальных технологий 50-х, 60-х годов, что тоже достаточно любопытно, как оказывается сложное может рождаться из простого. Это такой офф-топик по этой теме. Собственно, вывод-то отсюда у меня следующий, что то, чем занимался Клушанцев, описывается словом «междисциплинарность», где формат подачи информации, вот как раз формат подачи информации внутри фильма связывает между собой совершенно разные отрасли и представления о мироздании, какие-то отдельные маленькие картинки складываются в общую мозаику, и человек, посмотревший фильм такого формата, выходит с более цельной картиной мира. Вот за этим форматом, мне кажется, сегодня важно увидеть будущее. Почему? Потому что сегодня мы стоим по сути перед схожими задачами и схожими проблемами, которые были в нашей стране тогда, когда мы сначала разрушили собственно прошлый мир и строили новый мир, когда страна переходила от аграрного производства к индустриальному хозяйству, и нужно было за ограниченный объем времени подготовить к новым терминам, к новым знаниям, очень широкие слои не очень грамотного населения. И вот эти киноприемы, этот визуальный язык, он, собственно, позволил эту задачу решить. Как кто-то сформулировал, что такое познавательный формат, это когда вместо тысячи слов покажите кино. Значит, смысл такого формата как раз в междисциплинарном подходе. Сегодня наша страна только нащупывает, так сказать, в кризисном дне само дно, а также вообще направление своего возможного развития. Мы сейчас, в общем-то, все, так или иначе, в новостном режиме пытаемся выяснить, что же для нас важное. Война в Сирии, там события на Украине, какие-то проблемы с нефтью, с долларом, еще с чем-то, это все вещи такие сиюминутные, которые, тем не менее, отвлекают от поиска будущего, а вот будущего-то пока никто не предлагает. То есть, на чем будет основана, например, наша завтрашняя жизнь, жизнь наших детей и тем более внуков, то есть, в какую сторону вообще идти. Помните, наверное, у Тимура Шауа есть хорошие в этом смысле слова. Ищут писатели, ищут политики и политологи, и аналитики, ищут давно, но не могут найти путь, по которому надо идти. И в силу того, что люди, которые сегодня смотрят и слушают и задаются вопросами, каким же будет все-таки наш завтрашний день, они имеют возможность эти пути искать, в том числе через средства, которые дают визуальные технологии, которые позволяют рассказывать и о том, чем сегодня реально живет страна, какими отраслями, какими проектами описывается ее будущее. И именно для того, чтобы круг людей, владеющих вопросом, что же на самом деле происходит и как дальше жить, вот для этих людей, я думаю, что и необходим тот самый производство контента, которое бы выстраивало в голове более как раз ту самую цельную картину мира, занимались бы мы космосом, занимались ли бы мы развитием аграрного сектора или какими-то другими прикладными задачами. Наверное, у меня нет готовых ответов для вопросов, почему эта ниша еще не создана, почему не сформулирован пока еще этот запрос и, собственно, производители не перешли на этот формат. Но я думаю, что будущее за тем, что у нас должно появиться национальное производство сложных информационных продуктов, возможно, это будут даже не фильмы, возможно, это будут какие-то виртуальные интерактивные приложения, которые бы раскрывали для простого достаточно человека, отягощенного, так сказать, в основном повседневной жизнью, сложные вопросы от каких-то профессиональных вопросов отдельных отраслей промышленности до вопросов государственного управления или проектов развития. Тут в защиту пока сказать особо нечего, но мне кажется, что русский Discovery или его аналог, это все-таки такой проект, который не за горами. Появится ли он завтра или через год, не знаю, но понятно, что без систематизации научной, технической и общеобразовательной информации, без перевода его на простой, доступный язык, в том числе с применением современных визуальных технологий, нам будет очень сложно разобраться, куда мы и зачем идем и на каких платформах мы можем построить свое будущее. Завершая этот, может быть, достаточно короткий экскурс в вопрос «Нужен ли и когда будет в стране новый Лен-Науч-фильм?» Я бы хотел показать те приемы, те наработки, в которых я, по крайней мере, для себя описываю будущий познавательный кинематограф. Дело в том, что в прошлом году мы делали фильм по заказу ВДНХ, в котором нужно было за 10 минут рассказать о проекте «Буранэнергия». Это такой сложный космический проект, который реализовывался в Советском Союзе 12 лет силами тысяч предприятий, 2,5 миллиона участников и его результаты мы, к сожалению, хорошо знаем. «Буран», тот, который летал в космос и в режиме автопилота вернулся на Землю, в итоге пострадал, погиб на космодроме Байконур, будучи завален в одном из заводских цехов, но идея его и его технологическая платформа не умерла. Более того, она постепенно возвращается как признак того, что мы относимся как страна, относимся к категории тех немногочисленных стран, которые могут себе ставить не только сложные задачи, но и умеют их решать. То есть потенциал нашей науки, наших мозгов, он настолько достаточен, его запас, чтобы, в общем-то, наверное, вернуться даже, может быть, 20-30 лет спустя к решению сложных, аналогичных по сложности задач и, собственно, выехать из сырьевого состояния, когда мы живем, к сожалению, за счет эксплуатации природных ресурсов, в какие-то сектора, ну, скажем так, которые заряжают нашу уверенность в том, что мы можем жить и своим умом. Я прошу режиссера запустить файл под названием «Буран номер один». Это такая вводная часть этого фильма. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Наша планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. В истории человечества есть даты, которые определяют решительный поворот развития. В 20 веке проводником в новую космическую эру выступила наша страна. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Нужно ли мечтать о большем? Из самого начала освоения космоса ученые понимали необходимость создания кораблей, способных возвращаться на Землю. Туда и обратно такая задача стоялась изобретателям и конструкторам. на практике это удалось сделать двум сверхдержавам США и СССР. Американские многоразовые корабли системы Space Shuttle строились как челноки, которые должны осуществлять двустороннюю связь между Землей и околоземной армией. Их назначение проводить научные исследования, доставлять и ремонтировать спутники. Широкое применение они нашли бы и в случае военных действий. Предупреждая потенциальную угрозу из космоса, страна Советов разработала свою многоразовую космическую систему. Вводная часть фильма позволила в общем-то таким языком кинообразов дать обобщенную информацию о очень узких ведомственных интересах, очень каких-то непонятных точках зрения десятков специалистов и снять одновременно напряжение между всякими противоречиями о том, откуда и почему рождался такой масштабный проект. И этот подход, основанный на такой, скажем так, на популярном и довольно простом изложении материала, нам очень сильно помог для реализации следующего эпизода, в котором идет речь о постройке самого космического самолета, где, напомню, приняли в этом проекте участие совершенно невероятное число участников. Обобщение информации, ее концентрация, ее ужимание, производство выжимки из очень многих деталей, позволяет оставлять суть и сохраняет возможность для зрителя, во-первых, к самостоятельному изучению предмета, который его зацепил, и к необходимому получению подробностей уже в таком, скажем так, самостоятельном режиме. Почему? Сегодня же становится самым дорогим ресурсом время, и человек имеет пределы времени, который может потратить на изучение той или иной темы. И вот, собственно, производство познавательного продукта, мне кажется, оно сродни в чем-то производству концентрата, который дальше можно разбавлять до необходимого уровня, самостоятельно. Самое важное, самое главное, самое интересное должно отражать этот познавательный жанр. Потому что второстепенные вещи, нюансы, точки зрения, споры и все, что стоит за любым крупным событием, этот человек должен изучать сам, сопоставлять, анализировать, делать свои выводы. И так как у нас на самом деле страна богата на генерацию подобных ярких событий, проект Бурана это один из многих космических проектов, не менее интересных, не менее важных, не менее, как это правильно сказать, отрасли образующих или экономико образующих. Вот мне кажется, что именно такой контент может и должен двигать людей к познанию мира, к тому, как и чем заниматься, к приоритетам, к выбору этих целевых приоритетов в своей жизни. Ну и с более плотным знакомством со своей страной, с ее возможностями. Ну и, соответственно, таким образом мы переходим, можем переходить отсюда уже к обсуждению каких-то конкурентоспособностей, преимуществ и вообще того места, которое мы можем занимать в разделении труда мировом. Финальный тезис, познавательный формат должен побуждать к действию, к дальнейшему изучению, к расширению знаний, к тому, чтобы был резон самому поучаствовать в каком-то реальном проекте. Думаю, заради этих всех резонов перечисленных, а может быть какие-то и были мною забыты, стоит стремиться построить у нас индустрию исследования своего прошлого и построения нашего будущего. Доклад закончил. Спасибо. Было определенно впечатляюще, но теперь вопрос, и если позволите сразу же еще раз прям четко, где можно увидеть этот замечательный фильм? Замечательный фильм смотрим в интерактивном павильоне Буран в Москве на ВДНХ и боюсь, что ближайший год как минимум только там. Вот, вы слышали, куда надо ехать и что надо делать. У нас есть вопрос из интернета. Да. По-вашему, документальное кино, автор имеет право на какое-то личное мнение или раз это кино документальное, то должна быть прям безоценочная, объективная максимальная точка зрения или имеет право жить и то, и то кино. Должно ли маркироваться, спрашивает ли вот такой вопрос. Понятие? Да, конечно. Вот в вопросе содержался ответ. Кино должно маркироваться. Если это авторский взгляд на проблему, на процесс, либо на чью-то судьбу, потому что предметом исследования документального кино может быть все, что угодно. Это может быть технология, это может быть судьба человека, это может быть история. Маркировка поможет зрителю с интерпретацией. Она позволит и подскажет ему, как относиться к фактуре, которая дана на выходе. тут причина в чем? Сама проверка фактов занимает как-то факт-чекинг, занимает очень большой период времени. И если говорить о документальном жанре, то он требует и от производителя в общем-то определенной честности со своим зрителем. Вот, наверное, так. Маркировка спасет. Но маркировка предусматривает людей за них стоящих и тут возникает классический вопрос, о суде и данном случае еще и факт-чекеры, кто из-за чей счета не содержится. Опять же, вопрос понятен. Вопрос понятен, откуда и, собственно, из-за чего он растет. Мы выросли в стране, в которой белое и черное порой меняются местами только от точки зрения доминирующей политической силы. Красные и белые до сих пор воюют то на Болотной площади, то, так сказать, в стычках с ОМОНом. человеку дан ум и возможность его использования для оценки достоверности того, что ему предоставляют. Я думаю, что если к зрителю вышли люди даже промаркированные и сказали, что да, это точка зрения нашего коллектива, дальше вопрос интерпретации зависит от того, что знает зритель. И одна и та же зрительская аудитория может по-разному принять или не принять одну и ту же фактуру. Вы говорите о том, что надо создать некую национальную, то бишь государственную, читай, не обязательно структуру. Почему? Она есть некая у нас есть ельсинская еще культура, которая заняла свою микронишу и в ней существует. Ну, сказать, что это безусловно канал документального кино, это соврать, но там вещается достаточно. Есть телеканал НОКО 2.0, который, опять же, немножко субъективное имение, скатился в рекламу российской армии и последних достижений военной техники, в связи с чем тоже стал интересен, скажем так, узкой простойки какой-то. Есть большое количество тот же, если вспоминать, Discovery, National Geography, купаем это выше, поправьте, если я ошибаюсь, но они частные компании, которые просто имеют определенный спрос и они удовлетворяют. Притом, так как они, как правило, говорят о вещах не всегда, но универсальных, там, жизнь ГИЭМ, она безотносительно национальности, наверное, как-то рассматривается все-таки, то нужно ли нам вкладывать отдельные деньги в то, чтобы, это надо дополнять контентом на 100%, на 24, на 7, на полагать канал и снимать этих ГИЭМ с другого ракурса и так далее. Или мы заполняем это все снова обзорами какой-то техники, но это не так интересно, как мы выяснили нашему зрителю пока. Нет, речь идет не об этом. И понятное дело, что как только у нас кто-то говорит о национальном производстве, все читают строчки в бюджете соответствующего раздела и, собственно, куратора из министерства. О другом речь. Речь о том, что жизнь и деятельность страны, она описывается деятельностью в том числе ее отраслей. Когда мы вспоминаем, что мы в области балета когда-то были впереди планеты, значит, что у нас была а. школа балета, б. площадки развития этого дела и как некая квинтэссенция экспортный вариант, к которому постоянно генерировалось какой-то объем балерунов и балерин, которые умели выступать на мировом уровне. Так вот, одним из признаков развития цивилизации читая там советской, индийской, там, не знаю, американской, любой, является умение ее говорить на языке науки и техники. То есть, генерировать контент, содержание которого достаточно сложно и имеется под ним какой-то фундамент. Школа, опять та же самая, применение, продукция и все остальное. это то, что говорит о как раз возможностях этой цивилизации, ее потенциале, ее промышленном воплощении в ее мозговом веществе. И я как раз говорю о том, что нишевых, как правильно были обозначены, появилось много нишевых каналов, там, та же наука, там, какие-нибудь РБК, там, на экономическую тему, там, наука 2.0 на типа научную, там, звезда на военную. Вот такую же нишу нужно сформировать в области, по сути, чего? Стыка мировоззрения с мирозданием, на стыке науки, промышленных технологий внедрения, инноваций и образования. И вот этого нишевого производства, прежде всего, не канала, а производства, у нас сегодня нет. Спрос на него есть, есть потребность воспитывать поколения, которые умеют преодолевать сложности, для этого нет пока информационных инструментов. Вот я, собственно, про это и выступал. Ну, может, в области образования действительно там определенно не хватает. Я помню, как еще я по советским фильмам прям чувствовался, насколько старым учился и думаю, что их обновление этого парка учебных фильмов было бы не лишним. Если позволите, последний вопрос, он чуточку шаг в сторону, но думаю, если кому-то задавать, то явно только вам. Даже вопрос, не знаю, как сформулировать, давайте я просто вот вброшу тему, а вы свое реакцию мне. Макьюментари, вот как вы относитесь к этому жанру, видите его будущее, считаете глупой, шуткой, вот интересно было бы ваше мнение услышать. А почему бы и нет? Я считаю, что разностилие, оно образует среду, и, соответственно, если среда усложняется и становится более разнообразной по форме самовыражения, это идет на пользу публике, потому что появляется возможность еще одного стыка. Как Клушанцев сделал свой формат на стыке науки, философии, не знаю, фантастики и документалистики, так, может быть, Макьюментари тоже приведет нас к какому-то неожиданному появлению автора, который сделает прорыв в будущее. Я за. Макьюментари Звучит музыка